Свобода. Что есть свобода? Каждый человек, если он созрел для размышления на высокие темы, неизбежно приходит к этому великому вопросу. Существуют различные попытки дать определение свободы. Именно определение или дефиницию свободы. В связи с этим я хочу вспомнить совершенно гениальную мысль моего учителя и вдохновителя Николая Александровича Бердяева. Какая мысль? Определить свободу значит совершить до дней насилие. Что слово определить означает? Наложить какой-то предел. Знаете, какие-то смысловые семантические рамки. Чувствуйте противоречие. Языковой парадокс. Я определяю свободу, я кладу предел, оконтуриваю, рамки задаю, явление, которое выходит за все рамки, за все пределы, за все границы. То есть свобода неопределима. Свобода не подается каким-либо логическим дефинициям. И это, мне кажется, у меня замечательное свойство. Вот это гениальная мысль Бердяева. Я ее постоянно как-то вот изнутри переживаю. Определить свободу значит где-то свободу погубить. Свобода требует интуитивного сопонимания, интуитивного сопереживания. Хотя что-то не может сказать. И чаще всего мне говорим, говорим, используя для этого бинарный код, используя для этого язык оппозиции. Добро мы определяем через зло, красоту через безобразие. Также свобода будет нами лучше понята, если мы попробуем ее столкнуть с какими-то альтернативными моментами, с необходимостью, с фантомом, с роком и так далее, и так далее. Ну и я об этом скажу дальше. А сейчас я хочу опять-таки вернуться к Николайу Асеновичу Бердяеву. Был в его лице к очень глубинной традиции, восходящей Европе к мейстеру Экхарту, к якобы Пьерме. Это философы мистики. Философы ориентированы на христианские ценности. Но имеющие такую явно мистическую внутри себя интенцию. Итак, запомним эти имена. Мейстер Экхард, Якоб Бемя, Николай Бердяев. Это одна линия, одна линия. Суть, которая следующая. Свобода глубже Бога. Свобода раньше Бога. Свобода прежде Бога. Я бы сказал, что это, на мой взгляд, самая гениальная попытка обойти к свободе. При этом вступает в конфликт с определенными религиозными догмами. Бог вторичен в отношении к свободе. Свобода есть в луна даже Бога. Ну, что может быть более высокого и пафосного, и в то же время таинственного подхода к своде, чем вот этот. Как это надо понимать, дорогие друзья? Николай Александрович Бердяев. Вот чем хорош Бердяев? Сейчас его плохо знают. А ведь я вспоминаю свою молодость. Боже мой. Это был наш первый автор подполья. Я помню, как мне из Парижа нелегально доставляли книги Бердяева. Прежде всего, самопознание этого гениальной автобиографии. Ну, у меня очень много было к Бердяеву. Те годы, когда я еще был аспиратом, ну, мне было 22 года, 21, 23. И я это читал с наслаждением. Вот чем мне нравится Бердяев? Своим максимализмом. Максимализмом в понимании свободы. Что значит максимализм в понимании свободы? Речь идет о свободе, взятой без каких-либо альтернатив, без никаких-либо оппозиций. Свобода абсолютная, свобода безусловная. Свобода, если хотите, в таком чистом виде. Ну, как это надо понять? Свобода, которая не знает никаких стеснений, никаких ограничений. Свобода, которая не сопрягается ни с необходимостью, ни с ответственностью, ни с чем, ни с чем. Имеющим, подошли к ней, характер антитезы. Так вот, Бердяев, Бердяев исходил из того, что мы, будучи существами свободными, какого-то свободными, все-таки стеснены, прежде всего, природной необходимостью. Бердяев говорил, что мы тесно в трехмерном пространстве. Я думаю, что большинство людей вполне хорошо адаптировались к трехмерности, и не ощущая того, что в трех измерениях немножечко тесновато. Вот, понимаете, вот Бердяев говорит, что это тюрьма, трехмерность мира, так, и что эту тюрьму нужно взорвать. И он мечтает о бесконечно мерном бытии. Ну, я понимаю, что это бунт иррациональный, но в нем прекрасно, прекрасно это максималистическая нота. Это крайность, это экстремальность. Бердяев считает, что три измерения его стесняют, ограничивают. Для него это некие узы, некие рамки. То же самое время, это я уже как бы добавляю к Бердяеву. Выживем три времени, конечно, мы на него ропщим, ропщим так, но, фактически, смотрите, как вы говорите об абсолютной свободе, если мы находимся в потоке одномерного времени, время одномерное, время симметричное, время длечет от прошлого к будущему, и нельзя его повернуть вспять, так? Это же величайшее стеснение, и мы должны с ним мириться. Бердяев говорит, что пространство-время – это уже не свобода. И поэтому для Бердяева материя как таковая, материя как таковая, есть неволя, неволя. И поэтому свой энергетический бунт Бердяев направляет на то, чтобы материя пронеглировала. Выход в чистую духовность, выход в некие бесплодные состояния. Материя, она действительно как некий балласт, который отягощает наш дух. Гнитет его, потереподобно прессу, который наложен на нас. Вот это крайность Бердяевского максимализма. И мне не очень нравится, когда человек пытается катапультироваться из пространства-времени. Полагаю, что они не дают ему развернуться. Это мне очень нравится. Хорошо. Теперь вот дальше идем с Бердяевым, катапультируемся из этого мира трехмерного, в смысле пространства, одномерного, в смысле времени. И что мы должны получить в результате? Вот эта свобода, как я понимал мистер Эхард, как я понимал Экф Берме, свобода, которая раньше Бога, прежде Бога, глубже Бога, старше Бога, фундаментальнее Бога. Это первичная свобода. Ну, прежде всего, об этой свободе надо сказать, что она, она очень близка тому, о чем говорит восточная мистика. Это европейский термин свободы, это европейская категория. Но я сейчас буду проводить аналогии между этой Бердяевской свободой и, скажем, китайским дао, или буддийской нирваны, или индуистским брахманом. Итак, мы с вами хотим получить абсолютную свободу. Давайте я вот начинаю с самой какой-то максималистской постановки задачи. Что нам мешает? Вот мешала нам трехмерность пространства. Мы эту трехмерность преодолели. Хорошо. Мешала нам одномерность времени. Мы из времени вышли в измерение вечности. Вечность энмерная. Предположим, чтобы оказались и пространством бесконечно мерным. Или хотите, нульмерным. Так, мы демодриализовались. И демодриализовались, так. Значит, мы должны выйти в состояние, где предстанет работать стесняющий нас, ограничивающий наш бинарный код. Ведь как устроено наше мышление? Мы мыслим двоично. Да? Нет. Плюс-минус. Мужское, женское. Доброе, злое. Вы помните, что наше мышление заалгоритмизировано. Оно не свободно. Потому что вот этот бинарный код, он задан изначально. Он задан, как говорят, сказал бы Канта, априорно. Априорно. Это бинарный код или двоичный код, или двоичные числения, как угодно это называйте. А что стоит за этим бинарным кодом? За этим бинарным кодом стоит природа нашего и воплощенного, то есть материального, телесного и нашего духовного бытия. Наше бытие раздвоено. Вот это великое понятие раздвоения единого. Но вспомним главные архетипы чечества. Вспомним, скажем, великую мифологему древнеиранского происхождения. Вот был такой бог Зерван. Зерван, который есть время, безначальное, неопределенное время. То есть, со временем вечности. Зерван размечтал о сыне. Вот я сейчас вам один из глубочайших архетипов раскрою чечества. Архетип раздвоенного единого, приводящего к так называемому близнечному мифу. Так, Зерван хочет иметь сына. Он молится. Молится. Кому это вопрос? Бессмысленный миф, иррациональный, мы не будем здесь придираться. Он возносит жертвы. Какие жертвы и кому, тоже непонятно, потому что нет ничего, кроме Зервана. Зервана-то есть единое. И, в общем-то, у него не получается родить сына. Он начинает сомневаться. Вот это гениальный мотив. Когда в мифе начинает звучать экзенциальная нота. Нота сомнения, нота колебания, нота неуверенности в себе. И вот по причине этих колебаний в Зерване начинаются сразу два сына. Армуст и Риаман. Воплощение доброго начала и воплощение злого начала. Вот это архетип раздвоенного единого. Мы живем в мире дуалистическом. В мире, где есть черное и белое. Этот же архетип, скажем, сработал, уплотывал в диалоге пир. Почему есть любовь в мире? Почему есть мужчина и женщина? Откуда они взялись? Милу говорит так. Когда-то не было мужчины и женщины. Было единое, андрогин. И андрогины были счастливы. Они имели сверическую форму. Архетип шара, архетип сферы. Потому что космос величен. И андрогин это совершенное существо. У них не было головой дифференциации в таком прямом виде, как она и сейчас. Андрогины решили занять место Зевса на Олимпе. Зевсу это не понравилось. Он их бунт подавил. Разделяй и властвуй. Вот гениальная формула. Вот он их разделил, андрогины. Получилась мужская половинка, получилась женская половинка. Они друг к другу тянутся, друг к другу вещат. Это любовь. Но опять раздвоены едины. Есть мужское и женское начало. Так вот, подлинная свобода преодолевает вот эту двоичность. Это условие. Мы пленники двоичного кода. Мы пленники ТЕС и антитес. Мы пленники альтернатив. К этому нас направляет китайская мистика Дао. В Дао нету никаких противоположений. Они появляются тогда, когда вот начинает означаться Ян Йинь. Это уже раздвоение единого. То же самое Нирвана. Нирвана – это полное отсутствие каких-либо различий, противоположений, контрастов. То же самое Брахман. Вот я сейчас хочу вам показать, как вот, скажем, Индус идет к свободе. К свободе от мира и к свободе от самого себя. Шанкара – великий философ, основатель Адвайта-Веданта. Легенда говорит, что в юности, или в детстве даже, он с ровесниками поспорил, сколько есть богов на свете. И вот была такая у них игра. Они берут тыкву, разламывают ее. Сколько семечек, столько и богов. Вот разламывают свой тыкву Шанкара и находят одно семечко. Одно. О, есть единое начало, есть абсолют. И вот надо к нему прийти, надо с ним соединиться. Это и есть свобода. Так? Главное в индийской мистике – это освобождение. Мокшат-харм. Путь свободы. А что тебе мешает стать свободой? Мешает мир. Мир. Вот мы пленники мира. Это хорошо писал Сковорода, что вот мир ловил меня в своей сети, но не поймал. А мы все вот находимся в тенетах, в тенетах этого проявленного, этого твардого бытия. А что такое мир? Итак, мы находимся в плену материи, в тенетах материи, в узах материи. И эти преграды должны быть отдалены, эти барьеры должны быть сняты. Как это делает Шанкара? Шанкара приходит к мысли, что разнообразие бытия – есть иллюзия. Великая категория индийской философии – категория майя. Нам нужно выйти к единому. У нас есть помеха – это разнообразие проявленного бытия. Это полифония, это полихромия, это пестрота материального мира. Объявим этот мир иллюзией и проблему с ним. Продвигаемся дальше. Выходим на нашу цель, выходим к Брахману, к абсолюту. Остается последнее препятствие, остается последняя позиция – я и Брахман. Мое эго и высшее эго. Остается только одно – отказаться от своего эго и слиться с высшим эго, соединиться с Брахманом. Вот Шанкар воскресает – я Брахман. Это великая формула мистического экстаза. Это скажет Адаос – я дао, это скажет и Суфи – я Аллах, это скажет и индуист – я Брахман. Что стоит за этим? За этим стоит преодоление разнообразия, как преграда на пути свободы, и преодоление двоичности, как тоже барьера, мешающая выйти на свободу. Мы оказываемся внутри единого, если мы там что-то можем осознавать, потому что в сознании есть достояние личного эго, а абсолют по определению есть те, что безличностное. Это суть мистики единого. Единая и есть свобода. Единая и есть абсолютная свобода, безусловная свобода, максимальная свобода. Но вот встает вопрос – это свобода благодатна или неблагодатна? Мистики давно поняли, что это свобода, она ничтойна. Что мы можем о этой свободе сказать? Как мы можем ее описать? Я ставлю здесь знак равенства между понятиями единая и понятиями единая и свобода. Понятиями свобода и единая. Это синонимы в том контексте, который я вам предлагаю. Для того, чтобы описать единое, нужно использовать язык. А язык строится на бинарном коде. А бинарный код неадекватен единому. Значит, единое не глаголемо, единое несказуемо, единое не рекомо. О нем надо молчать. О нем надо молчать. Все даже восприятие строится на чем? На каких-то различных, на каких-то контрастах. Вот есть глубокое, есть высокое, есть затененное, есть освещенное. В едином нет никаких различий. Оно невоспринимаемо. Оно находится за порогом наших чувств, нашей сенсорики. И поэтому мы должны признать, что единое вообще и неощущаемо, и несказуемо, и немыслимо. И немыслимо. Оно есть ничто. Оно есть ничто. Ничто с большой буквы. Вот я считаю, что одно из глубочайших озрений мистики, это синонимизация понятий. Единое, свобода и ничто. Ничто оно грандиозно. Ничто оно колоссально. Но оно, по-моему, все-таки безблагодатно. Потому что оно требует растворения в себе. Оно исключает проявление какого-либо личностного начала. И так далее, и так далее, и так далее. Вот я хотел бы вам сейчас прочитать, если я не ошибаюсь, вот в этой книжке. У меня есть стихотворение. А может, я ошибаюсь. Так. Ну, в общем, проблема пустоты. Великая проблема пустоты. Великая проблема именно вот этой фундаментальной ничтоности. Ну, я хочу сказать, что я пока держусь как бы восточных традиций. Но христианская мистика тоже выходила на эту проблематику. Я имею в виду апофатическое богословие. Апофатическое богословие. Вот я нашел это стихотворение. И вернусь сейчас к апофатике. У вас никого нет? Нет, у меня тусков. Вот, спасибо. И так пустота. Вот будьте внимательны. Через письмо, точнее скажешь то, что вот плохо ложится философская фраза. От века вечного раздора я хожу в глубокий тыл, на приполярные озера. Болю леглась. Я всех простил. Как бы с космической орбиты, издалека и с высоты, я четко вижу, что убиты мои наивные мечты. И пусть пришли мне утешенья, на склоне гаснущего дня, великое опустошенье. Во мне сегодня нет меня. А ссыли высохшие соты, трудовекали решето, везде дооские пустоты, везде дооское ничто. К чему волненье, треволненье и чувство горе сновины решилось просто уравненье. Мне все равно, мне все равны. Теперь я ниже дивелира и глубже, чем бездонный нуль. Душа, вожаждавшая мира, его нашла, не потомуль. Вступая тихо, безоружно, во всепрощающую тьму, Мне больше ничего не нужно, и я не нужен никому. Что бретенье, что невзгоды, одна чета и суета. Дошел я до корней свободы. Я знаю, это пустота. Но я хочу сказать, что очень полезно, конечно, соприкоснуться с этой пустотой, с этой ничтойностью, с этой нерваной, с этим дао, очень полезно. И тот, кто этого еще не сделал, должен это попытаться сделать, потому что этот опыт крайне ценный. Только, дай Бог, вернуться назад в мир, где есть двоение, где есть различия, где есть противоположения. Но вот я говорю про христианство. Христианство, оно ведь тоже знает эту апофатическую простоту. Я возьму сейчас в качестве примера православный эсихазм. Это философия безболничества. Вот Максим Исповедник, он, можно сказать, один из идеологов эсихазма. Вот он развивает концепцию, согласно которой сущность Бога абсолютно непостижима. Сущность Бога – это божественный мрак. Но мрак – это и есть та же самая нервана, та же самая ничтойность. И Максим Исповедник честно признался, что он, подходя к этой глубине, к этой бездне, это именно умбрунт, бездна, он теряет чувство связи с Богом. Теряет Бога, проще говоря. Это говорит один из учителей церкви. И вот, пожалуйста, мы знаем, что в России немало храмов, посвященных Максим Исповеднику. Это блестящий комментатор Дионисия Репагита. Но вот в эту бездну христианская мысль тоже заглядывает. Но христианская мысль в эту бездну как-то умеет нейтрализовать, потому что христианство понимает Бога как начало троичное. И троица – это единство разнообразия, единство, которое не схлопывается в нуль. И это уже другая проблема. Вот я сейчас вам дал пример свободы, понятой в ее абсолютном проявлении. И еще раз повторяю, что я говорю о несказуемом. Я пытаюсь выразить то, что невыразимо. Но это именно та свобода, которую искал Бердяев. Это вот то лоно, из которого вырастает Бог. Потому что Бог есть уже ограничение. Вы подумайте сами. Вот мы говорим, Бог есть свобода. Ну, знаете, да, конечно, но свобода всякие уже относительная. Потому что если мы говорим о личном Боге, пока я говорил о безличном абсолюте, то уже само понятие личности предлагает какие-то рамки. Лицо есть некоторая определенность. Лицо есть некоторое выражение. Лицо есть некоторое отделение себя от чего-то другого, хотя бы от фона. Поэтому я считаю, что можно говорить о Боге на философском языке. Можно говорить о теогоне, использовать этот герцоговский термин. Но вот Бог вообще-то не вечен в этой системе отчета. Есть и другие системы отчета. Но здесь вот он есть, как правильно или неправильно, но так рассуждали мистики великие, и Беме, и Экхард, и Бердяев, что он есть как бы вторичное производное от свободы. Ну и замечу, что согласно Бердяеву, ну это он здесь повторяет, что он телеварьирует и Экхарда, и Беме, что вот как раз наличие зла в нашем мире, наличие зла в нашем мире, это есть какая-то инерция, вот того ничтойного безразличия, той апофатической тьмы, которая была раньше Бога. Это ничтойность, это есть небытийность. И свобода в этом смысле небытийная, хотя она в то же время и сверхбытийная. Здесь вообще продокс за продоксом получается. Вот. Поэтому я скажу так, что вот я болел этой абсолютной свободой, и очень ей много как-то вот интересовался, изучал ее, и пытался ее пережить изнутри. Это очень хорошо, и это, знаете, это полезно для того, чтобы там получить заряд. Заряд для, ну, оставивания своей свободы уже конкретной, уже гражданской свободы, уже свободы какой-то такой, ну, прагматической, если хотите. Вот. Это полезно посетиться на эту предельную глубину. Хорошо. Теперь вот идем дальше. Итак, мы оказались с вами снова в физическом мире. И вот здесь начинается тоже очень интересная проблема. Вот. Я хочу сейчас их обсудить с вами. Возьмем древних греков. Всегда надо обращаться к древним грекам. Вот. Это школа бессмертная, и все, что делали греки, актуально на века. Актуально на века. Вот. Греки уже поняли антиномию свободы. Греки Уже имели альтернативные картины мира, где, скажем, одна картина допускается в воду, другая картина, наоборот, ее резко ограничивает. А третья картина, она еще вводит и понятие фатума. Или рока. Ну, вот давайте с вами эти модели сейчас попробуем рассмотреть. Но возьмем в качестве примера модель мира Демокрита. Но я буду ее слегка утрировать и упрощать, но и буду сбежать ее вообще с механистической моделью мира. Но что такое мир по Демокриту? Это машина. Машина. Вот идея мира машины, идея такого механического взгляда на мир, она восходит к Демокриту. Коль это машина, то она, ну, уже угрожаясь по современному, она запрограммирована. В будильнике тоже программируется, где она пускает простая программа. Да, вот это парадигма мира машины или мира часов, идущих с большой точностью, без погрешностей. И если мир машины, то, в общем-то, легко рассчитывается все положения внутри этой машины, легко прогнозировать свое поведение. Ну, на этом строятся астрономические расчеты, астрономический календарь, который может быть нам предложен на столетие, тысячелетия вперед. Вот. У Демокрита человек вводится в эту систему необходимости. Да, естественно, это мир необходимости, потому что это мир очень жестких причинно-следственных связей, связей однозначных, связей линейных. Вот эта традиция, восходящая к Демокриту, она получила свое наибольшее выражение в знаменитом поиске, или в знаменитой идее Лапласа, Лапласа, вывести мировое равнение, которое могло бы нам, ну, помогать предсказывать положение любого тела, ну, хотя бы нас самих. Вот что будет с нами через пять лет, где мы будем находиться, да? Там, конечно, много параметров в этом уравнении, очень много параметров, но если мы их знаем, то вот мы эти параметры закладываем в уравнении, и мы получаем совершенно четкую картину своего будущего. Будущее по этому уравнению исчезлимо запросто, хотя очень громоздкий расчет, но тем не менее принцип очень простой. Вот это Демокритовская Лапласовская вселенная. Страшная вселенная, конечно, хотя где-то очень удобная. Вот этот линейный, запрограммированный, однозначный, необходимый мир. А вы винтик этой машины. Вот это прекрасная метавора, что человек, это все равно, всего винтик, винтик. Я считаю, что вообще-то марксизм, он, конечно же, тяготеет к механицизму, хотя где-то этот механицизм облагорожен, где-то он, так сказать, немножечко дилектизирован, но суть-то одна и та же, суть одна и та же, да? Вот это такая, вот, сказать, идеология машинного рабства, машинной кабалы, хотя машина здесь понимается, пускай космически, вселенски, но тем не менее это так. Вот. Вот, Лаплас, я преклоняюсь перед его гением, вот он был жестким детерминистом, с другой стороны, он разрабатывал теорию вероятности. Вот такие странные парадоксы. И мне очень нравится, когда он Наполеону сказал, что не нуждается в гипотезе Бога. Это очень сказано смело и, по-моему, актуально навсегда. Хорошо. Вот одна возможность, которая нам предлагается войти в эту систему необходимости. Это то, что у Канта является тезисом его третьей антиномии. Мир, где вот царит необходимость, мир, где действует только природная заданность, и где мы не можем, так сказать, встрепенуться, и проявить какую-то спонтанность, не можем затеять какую-то игру в случайность. Здесь случайность заключается. Но, как говорил Лысенко, по словам великого человека, случайность враг науки. Лысенко — это представитель этой линии в биологии. Нравится нам эта линия или не нравится, но она имела громадное влияние в культуре. В конце концов, это не просто философия, это мифология своего рода. А власть мифа, она человеческой душой огромная. И я считаю, что многие сегодня где-то являются механицистами. Пускай, может быть, немножечко усложненными, но механицистами. Но возьмем модель Фатума, модель Рока. Ну, это, конечно, греческая трагедия. Это вообще великое явление греческой трагедии. Но вспомним Эдипа, мифология его связана с Эдипом. Вот сфинкс ему предсказывает инцест с матерью. Предсказание. Смотрите, идет информация из будущего. Когда идет информация из будущего, то это всегда ограничение свободы. Вот для меня великая проблема. Одна из самых острых проблем моих. Вот будущее, оно реально или нереально? Вообще, каков статус будущего? Какова антология будущего? Если будущее существует, то оно ограничивает мою свободу. Если будущее, это, конечно, подобное, трактору в синергетике, то я к этому трактору притягиваюсь и хочу я, не хочу я буду затянут таким трактором. А это мне не нравится. Это мне не нравится. Так вот, смотрите, как эта греческая трагедия гениально делает, гениально выстраивает. Эдип делает все возможное, чтобы уйти от предсказания. Он действует как свободный человек. Так? Он идет наперекор року, но рок все равно его не отпускает. И рок его добивает. Добивает. Это, знаете, вот это греческий фатализм, это гениальная, гениальная философия. Я очень люблю Алексея Владимировича Лосева, моего учителя. И всегда мне приходилось иметь с ним несколько раз довольно много контактов. И вот я никогда не понимал в те годы, когда я был еще совсем мальчишка, то, что он говорил про судьбу. Моя душа не принимала идеи судьбы тогда. И только сейчас я начинаю понимать, что Лосев где-то был прав, когда говорил, что надо, ребята, совмещать идеи свободы с идеей судьбы. Это страшно. Я до сих пор эту проблему не решил. И, скажу прямо, она и у него в свободе не решена, и она не может быть решена. Это антидинамическая проблема. Вот если есть судьба, если есть судьба, то какая может быть свободы в мире? А что такое судьба? Это когда, вот, говорится, у него это на роду написано. Да? Что значит на роду написано? Это ведь, знаете, это же, это гениальный русский язык. Но это та же самая программа. Та же самая. На роду написано, причем написано. «И за оно!» То есть заложена какая-то в тебя первая лента, вот, и ты должен эту программу реализовать, и никуда ты не денешься. А с другой стороны, судьба, это ведь, знаете, она ведь слепая, она слепая. Так, это очень интересная мифология, слепая судьбы. А вообще-то вот, какой-то есть шанс ее поперебороть. Даже если это бессмысленно, то вот в этом проявляется твое человеческое величие. А может, не всегда бессмысленно. Здесь греки завязали много проблем, и вот все осталось в каком-то таком турбулентном брожении духа. И я к этому еще, конечно, хотел бы вернуться в будущем, но для меня тут много нерешенного. Ну и, конечно, третья модель. Третья модель, вот этот великий Эпикур, очень мало популярен сейчас, но я считаю, что это один из предтечествей энергетики. Вот он говорит гениальные слова. Лучше быть игрушкой случая, чем рабом слепой необходимости. Это прекрасно сказано. Так? Быть игрушкой случая. В мире есть случайность. Но я буду говорить среди меня. В мире есть фуктуация. В мире есть игра случайных событий, интерференция случайных событий. их пресечения. То, что мы называем сегодня с энергетикой. Это прекрасная наука, которую я очень люблю. И это мне тоже очень нравится. Но мир Эпикура это мир абсолютной спонтанности. Это мир, где царит такой веселый произвол. Потому что это игра, игра такая, знаете, игра живая, игра азартная. Игра, где невозможно предсказать результат, где все неожиданно, где все полно каких-то сюрпризов. Мне эта модель нравится. Хотя, конечно, мир Эпикура это мир хаосогенный. Так, как-то космос, может, где-то проступает тогда. Но все-таки вот он хаосогенен. И все-таки, как-никак, вот я считаю, что Эпикура, а потом Лукреция, они велики тем, что они впервые поняли, что в мире есть спонтанность. Вот это качество. Что такое спонтанность? Это самопроизвольность. Самопроизвольность. Вот понятие, которое сейчас мало кто обсуждает. Это понятие клинамин по-гречески. Клинамин это самопроизвольное отклонение частицы от траектории. То, скажем, в частица падает. Это естественное для нее движение. И вдруг она раз и отклонится в сторону. Самопроизвольное. Вот это великое понятие клинамина. Вот. И я считаю, что вот здесь как раз греческие атомисты, в том числе Эпикура и Ладинские, конечно, и Римские, вот Греция, это же Рим, вот. Они как-то заглянули в глубины бытия. Что вот в мире есть не только необходимость, в мире вот есть вот эта самопроизвольность. Какие-то вот нечаянные всплески. В мире сам по себе есть всплеск. В мире сам по себе есть клинамин. Огромный, грандиозный клинамин. Вот была пустота, было ничто, и вдруг оно вздрогнуло, вдруг оно шевельнулось. Почему мы не знаем? Да была хактуация. Так. И что в результате? В результате возник наш мир. Да, вот в мире есть игра случая. То, что индусы называют лилой. Божественная игра. Вожественная игра. И как хорошо, что Бог это существо играющее. Что и мы есть гомолюденс, люди играющие. Это прекрасная философия мира как случая, а человека как игрушки случая. Но не только игрушка случая, человек и случай делает игрушкой, и сам игрушкой, и случай для него игрушка. И мир превращается в какое-то игралище, или вигрище. Это хороший мир. Вот. Но какой мир на самом деле, нам трудно сегодня сделать выбор. Вот эти три модели. Три модели, так? каждый из нас волен выбрать. Ну, категория свободы, она, вот кратко хочу вам напомнить ее основные этапы. Для меня большое значение, конечно, имел Кант. И надо Канта читать, и надо все время к Канту возвращаться. Вот есть такое понятие возвращение Канту. Как-никак, все-таки Кант впервые понял, что вот есть как бы два измерения в бытии. Это измерение природное, измерение духа. И если, скажем, мы физически находимся в необходимости, вы существа природные, то духовно мы свободны. То, что я говорю, сегодня кажется триоизмом, кажется банальностью, но на самом деле это очень серьезная философема. Вот есть такой анекдот про Гергора, когда ему пришел какой-то молодой литератор и стал жаловаться, что его не печатают. Он его спросил с лестницы, говорили, слушай, зачем тебе свобода печати, когда есть свобода мысли? Гениально было сказано. Вам молодежи этого не понять. А вот мы жили в условиях, когда свобода слова душилась. Я всегда утешался этой фразой. Да, у меня не было свобода слова, но у меня была свобода мысли. Утешение или не утешение? Утешение. А это восходит канту. Внутренняя свобода. Внутренняя свобода. Меня нервские чекисты допрашивают. Этого не было. Я говорю так в целом. Эти каналии. Меня унижают. Меня пытают. Но я свободен. Я чувствую безусловное превосходство. Вот атакант в его эльциальном преломлении. Независимость, автономность внутреннего мира человека. Его абсолютная суверенность. его абсолютная свобода. Это прекрасная традиция. Я бы хотел ей отдать должное. Ну теперь я время у меня немного. Я хочу какие-то основные проблемы задеть сегодня. Вот давайте сейчас с вами обсудим такую проблему. Возьмем человека сегодняшнего. Я про себя буду говорить сейчас. Я свободен или не свободен. Какова мера моей свободы? И какой свободы я хочу? С чего я желаю? Ну и давайте начнем с таких больших проблем. Как скажем свобода и Бог. Свобода и Бог. Потому что я скажу прямо. С одной стороны мы знаем что свобода давайте говорить в термин христианской теологии. С одной стороны свобода это дар Бога. Правильно? С другой стороны Бог свобода как-то немножко придерживает. Обуживает ее. вот тут возникает много своих антиномий. Деодомий очень интересных ярких антиномий. Вот давайте с этим сейчас разберемся. Разберемся. Так я решаю для себя проблему. Есть Бог для меня или Бога для меня нету? Если есть Бог то какова Бог